Я вывел на карту два показателя, которые указывают на отношение людей к Богу. Верхний показатель показывает процентное соотношение людей, которые верят в Бога. Мы сейчас не рассматриваем, сколько из них искренне верят, глубоко верят или в церковь входит. Просто опрошенные заявили о том, что они верят в Бога. Второй нижний показатель указывает на то, сколько людей в процентном соотношении не верят в Бога. Начнем с нижнего кластера. Морокко находится в кластере, где страны подвержены влиянию учения ислама. Так вот, в Морокко, согласно статических данных, 99% верят в Бога и только 1% не верят. Мексика находится в кластере Латинской Америки. 95% заявили, что верят в Бога и 4% что не верят в Бога. Самый больший процент людей, верующих в Бога, проживают в Латинской Америке и в странах Африки. В России 61% респондентов, принимавших участие в вопросе, заявили о том, что они верят в Бога. 39% что не верят в Бога. Удивительный такой факт. Россия имеет в своем недавнем прошлом 70-летний период, при котором строился коммунизм и при котором отрицалась вера в Бога. Насаждался тезем. Тем не менее, в современной России 61% верующих в Бога. А вот интересная статистика по Израилю. Только 35% в Израиле верят в Бога и 65% не верят в Бога. То есть большинство живущих в Израиле отрицает веру в Бога. Интересная статистика, особенно в свете того, что Израиль является страной, откуда произошла мировая религия, такая как христианство и иудаизм. Очень сложно понять причины почему-то. А вот в Соединенные Штаты Америки. 65% верят в Бога и только 26% не верят в Бога. Соединенные Штаты Америки оказывается является довольно-таки религиозной страной. В Великобритании. 46% верят в Бога и только 37% не верят в Бога. А вот интересная статистика по Швеции, которая находится в кластере, где зародился и набрал свою силу протестантизм. В Швеции всего лишь 28% верят в Бога и 55% не верят. Очень странно и непонятно. Ведь в этих странах зарождался протестантизм и он там господствовал. И в этих странах действовали такие лидеры, как Мартин Лютер, Цвингли, Мено Симменс. Зародились фундаментальные протестантские движения. И вот теперь сейчас там самый меньший процент верующих людей в Европе. Давайте посмотрим на страну, где господствовал и господствует католицизм. Возьмем Испанию. 56% заявили о том, что они верят в Бога. И только 39% отрицают веру в Бога. Все-таки католицизм больше имеет влияние на веру человека, получается, чем протестантизм. Следующая страна, которую мы посмотрим, это есть Япония. 30% верят в Бога и 65% не верят. Из этого статистического обзора на данной карте видно взаимосвязь. Чем больше людей в обществе верят в Бога, тем больше традиционных ценностей, ценностей выживания присутствует в данном обществе. И наоборот, чем меньше, тем ценности смещаются в сторону светско-рациональных ценностей, ценностей к самовыражению. Отношение к Богу общества влияет на ценности, которые присутствуют в обществе. Это видео входит в состав цикл передач об изменении ценностей в современном мире. В данном цикле передач затрагиваются следующие ценности, которые претерпевают изменения. Данные для этих видео были взяты по результатам исследования социолога Рональда Инхларта и его соавторов, которые представлены на карте ценностей мира Рональда Инхларта. О том, что такое карта Инхларта и какие обозначения применяются на данной карте, и значение всех терминов, которые там есть, вы можете посмотреть в данном видео «Карта Рональда Инхларта». По каждой из этой темы созданы отдельные передачи, которые вы можете посмотреть, пройдя по ссылкам, представленные в описании данного видео. Субтитры создавал DimaTorzok